Всем привет, это SB1813 или ProSign. Продолжаем реакции из пачки реакций. RetroTryHease написал, что у Daryl вышел новый клик. Вышел он не четыре дня назад, написано месяца два-три назад. Наверное, да? Если вообще не больше. Но в любом случае, как бы, опять же, лучше поздно, чем никогда. Daryl их трек Inferno вместе с клипом. И что я сказал, что не знаю, как они называются. На самом деле не потому, что я вообще впервые слышу. Про Daryl я, естественно, достаточно давно знаю, потому что это как бы одни из тех, кто играл в Dead Gaze. Я что не сказал в газете. Короче, Dead Gaze была такая великолепная группа. Раньше играли такой забористый, достаточно мощный метальчик. И потом они развалились на несколько, собственно, проектов. Один из которых в итоге стал DexCore. Кто знает, их ударник, по-моему, если я не ошибаюсь, собственно, основал DexCore. А потом еще и оттуда ушел, и DexCore, кстати, после него стали лучше, как ни странно. Вот. Но тем не менее. А вокалист, который, кстати, как мне казалось, еще раньше еще и басистом был, и он вроде как еще и на гитаре играет. Айджи, как-то его так зовут, опять же, я не помню, правильно. Короче, вокалист Dead Gaze, он основал, собственно, вот это вот Daryl. Или Daryl, опять же, да. И, честно говоря, мне вот этот Daryl не очень нравился, потому что он делал то же самое, что Dead Gaze, по сути, только такой, менее мощный, что ли. То есть, прям в Dead Gaze прям такая жесть была. То есть, там не Dead Core, конечно, не вот это вот все, потому что, да, у Dead Core и не было Visual Key. Но вполне себе такой, можно даже сказать, вполне мелодик дэтовый какой-то был проект или полутрэшевый. Не знаю, короче, там было нормально молотил его. А вот в Daryl много чистого вокала, много таких песнопений, скажем, Visual Key, которые мне не особо тогда нравились. Но я как-то за ним вообще не следил. Последнее, что я у Daryl слышал, мне даже понравилось. Хотя это, опять же, было похоже больше на Visual Key обыкновенный в перемешку с какими-то такими отрывками, собственно, из Dead Gaze. А что будет в этом инферно? Я без понятия. Я клип не смотрел, трек не слушал. Но вот такая вот у меня история с Daryl. Опять же, опять же, говорю, да, ни в коем случае там не принижаю. Как бы кому нравится такое слушать? У меня есть, например, друг очень хороший, который вот обожает Daryl, например, и он постоянно гоняет и так далее. Я вот сколько раз пытался слушать, у меня они все не заходили. Хотя вот опять же Dead Gaze я обожаю, до сих пор с удовольствием прислушиваю их треки. Один из любимых треков Dead Gaze, где много цифр. Мы его даже когда-то очень давно каверили, это было великолепно. Но в любом случае сейчас уже не Dead Gaze, а Daryl, хотя мне кажется, все-таки разница не очень большая. В любом случае, давайте сейчас посмотрим, заценим, что, собственно, этот вокалист и его банды сделала. Поехали. Варнинг какой-то. Жестко будет, наверное. Да? Ну, или Эл в конце прикольный, кстати. А Варнинг потому что эпилептикам нельзя это смотреть или что? Ну, походу, да. Потому что даже у меня как-то странно. Мигает, мигает, мигает постоянно. Зачем снимать такие клипы, вот я так и не понимаю. Это ж не придает динамике никакой. ППК часто портит на ютубе. Реально, оно постоянно мигает. Отстой, если честно. Ну, трек пока-то хорошачок какой-то. Такой какой-то полу-трэш, полу-дэд-металл. Но явно не нового образца. Что-то началось наконец-то. Самое тупое, что у него экстрим достаточно хороший. Но вот инструментал достаточно плохой под это все. О-о-о, мелодия пошла. Сейчас он, наверное, такие, блин, а где чистый вокал, про который ты так говорил? Ну, если что, в этом тропива нет, как я понимаю. До этого он прям очень экспериментировал с чистым, прям очень любил им петь. Вспомнишь солнце, вот и лучше, собственно. Мне, кстати, его чисто вообще не нравится. Но тут это прям хорошо, потому что до этого было прям такое. Это хотя бы похоже на желтые песни теперь. Очень сильно теперь похоже на желтые песни. Во, вот такой дэрел, я знаю, типа. Вот когда вот Dead Gaze превратился в этом, мне он, собственно, и поэтому и не понравился. Я так говорю, блин, где жесть? Где Dead Gaze? А ты слышишь, и там вот это. И там такой, знаете, линч на минималках. Кстати, да, линч с Dead Gaze тоже связаны, потому что, по-моему, этот... Казуки же пел... Dead Gaze первый самый. Я могу ошибаться, если что, но по-моему, да. Ну, трэш. О-о-о, нифига себе. Или когда ты играешь на 8-струнной гитаре, и вдруг вспомнил, что у тебя есть 8-струнная. Ну, этот момент нормальный, типа. А почему нельзя было весь трек вот такой сделать? Так, ну вот мы послушали трек Инферно от группы Дэрел. Посоветовал ретро-крайхиз, спасибо ему. И, знаете, перед этой реакцией я вот думал. Я вот думал, потому что, ну, как я опять же сейчас сказал, Дэрел мне не особо сильно нравились. Я обожал Dead Gaze, но когда вот именно я услышал то, что в Дэрреле как бы происходит, я такой, блин, это какой-то очень исковеркинный Dead Gaze, пытающийся косить еще при этом под линч куда-то, и с какими-то трэш-мотивами, метал-мотивами, и непонятно вообще зачем, как, почему. Короче, очень-очень-очень странный исковеркинный Dead Gaze. И я думал, блин, я не буду про все вот это говорить на реакции, потому что, опять же, может, меня неправильно поймут, и фанаты, может, опять же, Дэрела и вот этого вокалиста такие, блин, вот он опять начинает говнить, что-то из головы придумывает. И я такой, ну, пофиг. Посмотрю, короче, чуваки, и скажу, что типа норм. Но, блин, это не норм, это прям плохо же было. Это прям было плохо. Это вот тот самый Дэрел, и вот это почему я их не люблю. Потому что вначале был совершенно безидейный, неинтересный трэшак какой-то. Ну, типа, просто тупой трэшак, да. С неплохим экстримом. Вот что реально хорошее в этой группе, это экстрим у него. Он в Dead Gaze был неплох, и здесь он неплох. То есть он прям умеет, он прям искрим, игрол у него хороший, такой достаточно запоминающийся даже, можно... То есть, опять же, с тем же вокалистом Линча не перепутаешь. И я, по крайней мере, не перепутаю его. Но это одно из немногих чего-то реально хорошего есть. Потому что инструментал просто неебийнейший вот этот трэшак был. Мне он совершенно не понравился. Потом, когда это все перешло в Visual K, вот этот танцевальник... Ну, не танцевальник, в смысле мелодичный. Я хотел пошутить про то, что типа вот, в этом треке нет Visual K, а не, он есть. Он есть, и, собственно, его тут достаточно. И в конце, в конце вот этот момент с, как бы, с занижением строя, опять же, вот то, что они поиграли в такой, скажем, модерновый какой-то метальчик. Вот почему нельзя, в принципе, такой трек весь было сделать? Это было бы прикольно. Особенно прикольно для них, потому что они никогда такой не играли. Но при этом, как бы, они играют, опять же, там, на шеструнных басах, там, на восьмиструнных гитарах и так далее. Уже не первый гип. На хрена играет Тершак? Да, опять же, вы умеете играть, в принципе, неплохую музыку такую относительно, ну, даже не молодежную, но типа модерновую. Ну, короче, не знаю. Никогда мне эта группа этому не нравилась, потому что она куда-то вообще не туда играет, как по мне. И даже просто фишка в том, что Dead Gaze, когда они играли, они тоже там что-то там полу-дэд какой-то был, полу-трэш, но они не так сильно, то есть там все-таки в сторону какой-то укола мазафаки, наверное, все это было. А тут нет, тут прям такой тупой шаг, потом тупой визуалки, и в конце вот что-то с заниженным строем. Ты такой типа сидишь и думаешь, ну и как? Как это? Что это? Зачем? Короче, странные-странные. Они вот такие неоднозначные, во-первых, у них, конечно, мнение. Так что вот так. Опять же, как бы кто любит, окей, но просто фишка в том, что в Dead Gaze было круто. И если бы кроме них ничего не было, я бы, наверное, ничего не говорил, но просто у нас с другой стороны тот же Dexcore, который просто показывает, как реально круто можно играть. И еще там с другой, совсем с другой стороны, у нас Линч, который играет, опять же, не какой-то кор, они играют тоже вполне себе ногой, вот эта нога окей, но делают это хорошо. Почему ты давил меня, что это делать хорошо? Хрен его за. Короче, не мое, не мое, к сожалению. Спасибо всем за просмотр. Ссылочка, описании, нравится, нравится, сами все знаете. Ну и, наверное, все. Пойдем к следующей реакции. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok